Видите, ничем невозможного нету, только он бы то сказал и навернулся. Знаете, я наверно, ребят, пойду на подъем. Я бы сейчас накаталась, а жестовато тут. Нарозу в хутор и выезжаем в туман. Вид, мне кажется, самый фантастический, который только можно себе представить. Друзьяшки, посмотрите, просто какая красота. Распогаживаются, расходятся тучки. Это снежная сказка. Вам, наверное, не понять, восток южанина. Какой лет впереди. Трассы мне на Газпроме понравились больше, чем на Розе хутор. Красно-синяя трасса. Красиво. Доброе морское утро из Сочи. Сегодня день номер два. Вообще думал, что не встану после вчерашней каталки на Розе, но вроде бы все получилось. Машина у меня все там же стоит, возле морюшка, рядышком. Классно. Можно и море вам показать с утра, и что все отлично и хорошо. Друзьяшки, вам всем передаю привет черноморским и отправляемся сегодня, надеюсь, что на Газпром Альпику. Поехали. Так, друзья, это курорт Красная Поляна. Мы идем на бесплатный шаттл, чтобы уехать в Альпику и Лауру. Это Газпромовский курорт. Причастая дезда. Экономия должна быть экономной. Ходить в ботинках. Это прям печально. Сегодня я не брал палки. Машину припарковали возле этого сукроба. Приката. Бесплатно. В общем, экономия по максимуму. Переходим в пешеходный переход. Это, конечно, страшная сила. И с той стороны уже должен быть шаттл. Тут Сергей Васильевич уже пристает во все. Говорят, давай бесплатно проедем. Тут нужно было прямо отсюда прийти. Здрасте, вот вам, Сергей Васильевич. Здорово, ботва. Как ваше? Не ботва, а братва. Катание настроено? Огонь на грузке. Мы на Альпику, короче, рулим. Там покрасили спустимся. Вот, зайдет еще разок спустимся. А потом вот с ребятами переедем на Лауру. На 30-ти местах. Сегодня по путешествиям. Будет интересно, ребята. От посадки входит вот такой вот автобусик для выезжников-сноубордистов, которые бесплатно по единому скипасу везет до других курортов. Мы едем сейчас на Газпром. Это большой плюс. Эти автобусы сами выглядят вот так. Единый скипас. Мы приехали на Лауру. Да, пойдем купим здесь скипасы и будем двигаться уже дальше. А я забыл свои очки. Надо еще очки брать в аренду. Да, короче, костюм собирается из трех арендных прокатов. Для меня, кстати, интересно то, что я впервые на Газпроме именно на горы покататься приехал после каких-то там пики вверху. Я был здесь, но мы были в аквапарке. Аквапарк здесь в Горовске. Особенно, когда снежок идет, видно горы солнечно. Там такие красивые виды. И жакузи открыты. Прям советую. Ух ты, сам холд. Вот, где скипасы покупать. У меня в этот раз вот такая маска. 400 рублей прокат на Газпроме прям стоит. Что, наши бригады готовы уже практически. Так, парковочка здесь для машины стоит 1200 день, 250 рублей, если на час. С выше 4 часов 1200. Хочется вам еще показать стенд, как выглядит. То есть можно даже с парапланом спуститься. Очень красиво в Газпроме все это показано. Ну что, лучшие горы могут быть только горы, до которых ты еще не бывал. И сегодня будет именно то. Там, где я не бывал и ничего не знаю. Да начнется. Сейчас вот это мне нравится, что открыт 800, закрыт от 2400, 2300. Тут немножечко по-другому гондо выглядит. Заходим, садимся. Ну что, друзья, первый взгляд на Газпром, Лаура и пойдем глядеть. Так, да-да, пора поесть, короче, я думаю, да? А? Пора покушать. Курорт Лаура. Сейчас мы затестим зелененькую трассу. Маленькую тут. Впервые я спускаюсь без палок. Такой немножко интересный будет экспириенс. Одели очечки. Эй, ааа, погнали. Слушайте, ну, красиво. Спорить не буду. Газпром впервые. Надеюсь, что лужи меня сегодня не подведут, потому что они совершенно другие. Ну, как-то разминка тут не особо, мне сказали, поехали, разомнемся. Это трасса С1, если что. Можно смотреть на счастливые лица людей, детей. Слушайте, для обучения вот на такой трассе учиться, по-моему, самое то. То есть вообще никаких проблем, как говорится, только удовольствие и счастье. Так, Сергея Васильевича мы видим, догоняем. Инструкторы. Ну, короче, вот прям идеальное место для работы, учебы. Так, тут трасса Е1. Заходим на подъемочек. Мы едем, едем, едем в далекие края. На бугеле Юра. Это как-то прям грустно. Сейчас только ехать вверх. Туда что-то меня повели по зеленым трассам. Увая села, увая села, встретим Новый год. Ну, для обучения, я говорю, это прям идеально. Какой вид. В ту сторону горы. В ту сторону горы. То есть везде горы. Красота. И заснеженные сосны. Или кто это у нас? Пихты ели. Кедры смотрятся еще прекраснее. Красный. Говорят, там за забором правительственное что-то. Ну, что, нашим тоже надо же кататься. Выкатываемся на Е1. Поехали. Там еще вот красненькая, говорят, трасса есть. Но мы по зелененькой, а потом на синенький пойдем. Тут хоть есть кого поснимать. Вот, ребятки, учатся. Вот, да, разминка, это наше все. Детки. Обучение идет. Сергей Васильевич приехал. И на горы можно смотреть вечно просто. В таких вот ребят, которые так выезжают, не ехать туда. Слушайте, ну, неплохая тоже зеленочка. Не загруженная причем. Не знаю, что тут выкат, конечно, важноластенький. Будет для тех, кто только учится. Ну, вот, девушка даже плугом спускается. В принципе, отлично. Ну, как-то сейчас на скорости не привык. Немножечко. Без палок. Ну, все как есть. И на бугеле поднимаемся обратно. Вот, первые две зеленые трассы мы посмотрели. Так, следующую трассу нам сказали, мы идем на Д1. Тут есть еще Б4 с таким шикарным видом на горы. Сергей Васильевич нас поснимает. Мы на Альпике. Это Д1. Д1 трасса. Я впервые, так сказать, без лыж. Это будет интересно. Ой, без лыж. Без палок. Ну, слушайте, ну, здесь синенькая, прям синенькая, прикольная. Сейчас скажу, что очень удобно. Потому что, допустим, я вчера катал на розе по синем. И там они прям очень тяжкие были. Направо уходит Б1, здесь Д. Так что она. Вот, вспоминают ноги, как болеть. Вот, забиваются по-быстрому. Вот, попробуй здесь проесть, да, когда там такой трафик везде. Самолет. Главное, с выкатами, как говорится, не пропустить. Такова красота. Синенькая трасса. Д1. Детки катаются. Посмотрите, как красиво. Слушайте, на Газпроме очень красиво. Могу чего сказать. Сергей Васильевич меня снимает сзади. И мы ведем с вами репортаж по синей трассе. Входим в туман. Сегодня без палочек. И прошли спуск. Дин, выходим. Такие трассы на Газпроме. Просто огнище. И выход. Мы доехали. Вообще, трасса огонь. Мне очень понравилось. А на подъем с нее здесь кресельный уже подъемничек. Так. Трасса мне очень зашла. Так, ребята, посмотрите, какая здесь красота. Настоящий лес снежный. И очень много снега после вчерашнего снегопада. Просто фантастика. Друзья, сейчас будет у нас Б3. Красная трасса. И выйдем потом на другую. Просто ищем наш компаньон, что она куда-то у нас пропала. Так, Сергей Васильевич пошел. Говорит, жесткая трасса. Не поснимает она. Тут самое главное, ни в кого не пороться. А все остальное, как говорится, мелочи жизни. Как говорится, глаза боятся, руки делают, Сергей Васильевич. Комментирует Сергей Васильевич, ребята. Ну, давайте, ребята, скатимся. Мы на Лауре. Это Б3. Красно-синяя трасса. Мы сейчас тут погорцуем. Второй раз спускаемся. И нам дико нравится здесь. Народу мало. Трасса ровненькая, заротраченная. Сюда сворачиваем. Не холодно. Температура где-то минус 2, минус 3. И по прогнозу обещали снег. Ну вот, наваливается какая-то дымка. Вполне возможно, снег будет. Как бы неохота было бы. О, красный уклончик. Да, жестковато тут. Сейчас мы должны налево уйти. На Д1 трассу. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не ожидал я, честно, думал, просто приеду ознакомиться, а тут такой кайф. А вот там вот ребята такие опасные, снег счищают. Продолжение следует... Красиво... Забор дерева, аромат прикольный, к счастью. И можно вот на таких столиках присесть. И по ценникам здесь ребята можете посмотреть, че почем. И чеечек взял краснополянский. Можно было бы на террасе посидеть, ну и вот на таких вот ступчиках. Прям кайфово. Заказали бургер с курицей. Нам сказали, окей, да, по 350 рублей в меню. Потом приходишь, говорит, он стоит 670. Дороже, чем которая с говядиной за 650. Я ручу реально так. Ну, взяли, в общем, по хот-догу по 350. Такого, честно, не ожидал. Ну, а заведение вообще красивое. Так, чеечек нам принесли краснополянский. Ну, и вот хот-дог. 350 рублей, который стоит. Ну, с морковочкой. Вроде вкусный. Пробуем? Ну, короче, не мое. Идем на лифт А и уезжаем на лыжно-бетлонный комплекс Лаура. Вот он бьет вонный комплекс, ребята. С самому приехали покататься. Они сюда ценник задавали, чтобы подняться. Хоть раз посмотреть, как это выглядит. А то обычно на камере там ничего не понятно. Ну, кого-то смотрит следует. Так, смотрите, мы покатались вот на этих трассах полностью. Все вот на зеленке. И сейчас уходим, получается, вот через стадион улетаем наверх. Это приют Пихтовый у нас будет. Приют Психаку. Психаку мы на 1300 примерно были. Поднимаемся на 1660. И потом третья точка у нас будет. Вот сюда приют ветров на Альбеке. На 20-местной Гондоле переедем. Будем сейчас, ребята, вот сначала синенький попробуем. Ашки, потом пойдем еще по красным. Тут наверху тоже есть где перекусить, согреться. Приют Пихтовый. Здравствуй. Ну, лужников что-то здесь не так уж и много. Куда дальше? Зелененькая краса. Ну, там уже неинтересно. Нам уже хватит на сегодня зеленых. Тут также красные. Вот так, только что-то оно пока закрыто. Ну, и вот тут будем спускаться. Пока посиненький. Полетели. Сергей Васильевич уже уехал. Теперь попробую их найти. Слушайте, а там распогодилось внизу вообще. Красота какая. Так, здесь влево синяя, вправо красные пошли. Мы пока идем по Ашке. Аш, аш, аш. И подъемничек работает. Главное не втесаться. Так, а тут снег такой более рыхлый. Парни, я сейчас не бросал, а? Просто меня с ним шатал. Они широченные трассы. Прям кайф. Что делать, если же поехали туда? Ну, поехали. Как говорится, какая разница, куда ехать. Было бы красиво. Ух, какой лет впереди. Просто фантастиик. Я в восторге. У меня как-то там трассы были менее ущатанные, чем здесь. И подъемочек. Слушайте, какой кайф под солнцем, а? Я помню первый свой опыт солнечных трасс. И вот, наконец-то, сегодня солнце пришло. Да, ребята, это снежная сказка. Но вам, наверное, не понять восток южанина, потому что здесь нереально круто. Юр, вон копается, ищет. Кого ищет? Кошелек, наверное. Что-то, кошелек, телефон, все что угодно. Так, хочу вам назад панорамку показать. Да, только тепло. Это здесь, да. Красота. Листовая температура. Впереди девушки, которые сказали, что падают постоянно. Все посмотрим, будут они падать в этот раз или нет. Друзьяшки, посмотрите, просто какая красота. Распогаживаются, расходятся тучки. Фантастика. Вау. Так, смотрим за девчонками, будут ли они падать или нет. Обещали. Клялись. О, смотри, одна. Вторая, точно. Слушай, обещание сдержали. Как обещали, все выполнено. Девчонки, молодцы, как обещали. Вот прям реально. Поехали на красную, ребятки. Прокатим, закатим. Или на зеленую. Счастливые лица людей. Это зеленая же. Поехали. Нет, так это зеленая. Поехали. О, тут что-то зеленая такая, я бы сказал бы. У нас широкая, но спуск я бы на синюю отнес бы. И длинный выкат. Он что-то не доехал. А вот, дальше с этой зеленки, я смотрю, там есть поворот на красную. Жесткая, которая. То есть мы сейчас по ней поедем прокатим. Ну, дай бог. Катайся тут. Стой здесь. Накатались. А трасса-то закрыта. А если трасса закрыта, то, как говорится, и мы туда не едем. Опять бугельный подъемник. Опять печалька. Опять бугельный подъемник. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, мы отправляемся сейчас на Альпику И это самый большой гондонного типа подъемник Посмотрите на его размеры, просто рассчитан на 30 человек Заходим внутрь Спускаемся, ребята, какая красота Еще красивее виды, жалко пиков не видно Сегодня погода прям шикарная Единственное, что на пиках тучки, но это тоже красиво С той стороны еще красиво смотрится роза хутор, где мы вчера как раз-таки каталочку делали Вот стадион с левой стороны, вот под подъемником, потом склону снова катались Ну и вот сюда выезжали Посмотрите, ребятки, какой вид вниз Внизу мзым-то роза хутор, красная поляна Все-все-все, все, что вам известно Ну что, мы выходим Альпика, ребята И погнали на подъемнике дальше подняться в горы Хотя бы разочек спуститься надо успеть Все тоже дорого-богато Склоны Альпики нам туда Аромат Глинтвейна везде, друзья И мы идем на посадку Вот наша канатная дорога Альпика, склоны К1, К5 Есть возможность в лунжах поехать Кабинки низкие, голову прижимай Окей А, точно, кабинки низкие Кто их такие сделал Мы поднялись чуть выше Уже в горах Еще 500 метров отметка Юность называется Так, а мы что-то обулись уже в лыжи А здесь, кажется, кресла тоже были Потихонечку Главное, нет никого Здесь промежуточная станция 1918 О, ребята катают В таком возрасте уже На фрирайде, на лыжах Ну что, это 2256 Альпика Так, на Розе Пике я не побывал Но зато здесь есть все шансы Кайфануть От видов Вау Втыкаем лыжи И лезем Ребята Йоооо Вы только на это посмотрите Вон она, кстати, Роза Пик мы рядышком я на краю земли просто туча ушла про кайф вот так вот волком то ха-ха альпика какова красота вид не кажется самый фантастический который только можно себе представить круче гор могут быть только горы на которых ты не бывал по-другому не сказать еще хочется немножечко поглядеть конечно это место здесь видите с розы спуск это зеленые синие трассы по южным склонам но я думаю мы сюда еще доберемся обязательно до что мы доберемся но сейчас красные трассы погнали здесь чем погнали надо еще в эту сторону гляну потому что тоже что-то видно заснеженные склоны после вчерашних снегопадов но в основном ну что с богом я даже не знаю какие-то трассы синяя красная там черная просто трасса едем виды просто вау человек собрался прыгать туда вниз жалко что это конечно не роза пик но за девушка с нами ехала то есть какой снег тот мягенький прям лавида хорошее оповещение ребята режет пухлячок а 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 Продолжение следует... 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 на розу хутор выкат Сергей Васильевич отсюда хотел уйти я ему говорю давай поехали дальше дальше тяжелая трасса я думаю нормально все будет тут ногами все схожено и следующий спуск а где синенькие кончились что ли а до низу это вот сюда да да мне кажется тут тоже чуть-чуть и все будет нормально что вы сдаете чуть-чуть осталось там дальше все хорошо но все ехали все да пойдемте да да нет вот таких нет трасс это вообще черный кусочек наверно просто дальше все хорошо давайте уже я пойду на контакт ух ух тяжелая трасса но кажется ничего невозможного нет а только он это сказал и навернулся эх ты ёрка ёрка а только кажется сложно просто она чуть-чуть забита ноутбордисты которых я очень сильно люблю грибут снег но после них тяжко грибут снег ноутбордисты ну тут очень широчем красная прекрасная грибут снег ноутбордисты идеально можно сказать прямая грибут снег ноутбордисты и в грибут снег грибут снег в грибут снег в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Надо, наверное, какой-то передых... Синенькая тут, смотрите, какой спуск... Просто нереально крутое... На заднем кранте просто сдирают снег, создают яму... Усталость... Ладно, поехали далее... Сил в ногах не хватает... Сил в ногах не хватает... Ух... Сил в ногах не хватает... 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 Порция 185 рублей... Чай порция за 40 рублей... И 30 рублей... 3 кусочка хлеба... А картофельные палеи... 158 рублей... То-есть, приятного мне аппетита кушать хочется очень сильно тем более нормально вчера колбасой поел и все то есть и вырубился спать устал сегодня думаю надо желудку все-таки дать радости по еде в принципе все очень вкусно мне понравилось осталось теперь только сдать очки на газпром и возвращаться в адлер на передышку немножко сумбурный конец получился на гондолу мы не успели обратно уехать большому сожалению там до 3.30 она что ли ходит мы пришли в 3.35 уже нас не пропустили пешком добрался до сдачи оборудования и уже дальше на машине отнес очки как бы там без проблем заехал 20 минут бесплатно можно заезжать на газпром ну а здесь вы сейчас едете из моей локации в адлере где я остановился за 500 рублей как раз таки до проката сугроба день выдался очень классно единственного такой конец немножечко сумбурно смазанный из-за того что не успели на гондолу но накатался от души газпром мне очень понравился тоже очень много разнообразных трасс можно выбирать либо один склон либо второй чтобы не терять время на поездке потому что минут 30 на она уходит ну по крайней мере мне так показалось очень долго мы переезжали с одной горы на другую но мне понравилось катание большом сожалению третий видеосюжет я случайно удалил не вы его не увидите как я катался на красной поляне там было гораздо интереснее в плане того что погода была солнечная и было классно но значит еще туда приеду с ним уже более обстоятельный обзор потому что во второй раз все гораздо проще и интереснее рассказывать на что ты уже все знаешь где что и как и также надо вернуться еще на розу хутор так что ждет наверное может быть даже в этом году меня еще раз поездочка горный лыжный кластер роза пик подняться надо все-таки оттуда скатиться газпром мне понравился ребятки потому что трассы широкие очень качественные могу вам его советовать и по цене дешевле чем роза хутор не говоря там еще очень хорошая ночная каталочка я честно не на одной ночной не был потому что сил после дневных уже не на что не оставалось но также стоит посетить обязательно аквапарк там подкисать как говорится ну а я уехал домой счастливы довольны а вы доезжайте уже кто красной поляны без меня всем спасибо огромнейше за просмотр буду благодарен за подписку на канал и хорошего вам всем настроения пускай с вами всегда будет светлое и ясное и прекрасно от души с вами был юрий озаровский вам всем привет черноморский а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok